В Самаре превеликое множество всевозможных улиц, проездов, переулков. В последние годы им любят придумывать новые и новые названия, заменяя самые устаревшие или неблагозвучные топонимы именами известных людей и выдающихся деятелей. Между тем, многие совершенно не задумываются память о каких людях и событиях хранят те или иные улицы города. Игорь Борисович Солдатов родился в Симферополе 20 марта 1923 года. Он окончил среднюю школу в Ленинграде в 1940 году и поступил в военно-морскую медицинскую академию, выдержав феноменальный конкурс. Есть ситуация, когда людям приходится делать кардинальный выбор. Он очень хорошо пел, у него прекрасный вокал, у него было музыкальное образование, и не факт, что он стал бы именно медиком. Но его отец настаивал на том, чтобы он обзавелся какой-нибудь пристойной профессией. Что такое певец? Ерунда какая-то. Вот. И даже его выбор лор-врача сфорулирован тем, что ему его один из руководителей сказал, ну, раз тебе интересен вокал, вот лор-направление – это то самое, которое для певцов невероятно важно. И он сделал свой выбор. В 1940 году поступил в только что открывшуюся военно-морскую медицинскую академию, которая вообще была единственной в России тех лет, в Ленинграде, выдержав чудовищный конкурс. Я вот, когда мне начинают там кто-то жаловаться, «Ой, у нас 20 человек на место!» Я говорю, у вас бы на место вот Игоря Солдатова, у которого было 72 человека на место. Вот тогда бы вы что-нибудь еще сказали бы. Он сдавал 12 вступительных экзаменов. Вы тут жалуетесь на ЕГЭ, которые вы 4 штуки максимум сдаете, 3-4. А он сдавал 12 вступительных экзаменов. И он сумел через все это пройти и попасть в академию. Успешно сдал все экзамены по 12 предметам и стал курсантом ВМА. Однако мирное обучение длилось недолго. Через год началась война, и 18-летних мальчишек отправили на фронт защищать Ленинград. Он еще, будучи просто студентом, вступает в ополчение. Причем не какое-то, а вот именно от их академии. И в составе пулеметного взвода охраняет Ленинград. Участвует в боях. То есть это боец, это не медик, это именно боец. Игорь Солдатов был назначен командующим пулеметным взводом. Когда первый натиск врага был отбит, курсантов военно-медицинской академии по дороге жизни отправили в город Киров, где они продолжили обучение. А в августе 42-го года курс был направлен на Нижнюю Волгу, где Игорь Солдатов служил фельдшером-стажером на канонерской лодке «Альтфатор» Каспийской флотилии. Медики, как это ни странно, во время войны оказываются невероятно востребованными. И одно дело, когда воин готовится и идет в бой, когда он получает профессию, он становится танкистом, летчиком. А у медика уже в руках великолепная профессия, и она позволяет вернуть солдат в строй, дать им надежду на то, что если они будут ранены, это для них не конец жизни. И вот, наверное, с опытом полевого хирурга не сравнится вообще ничто. То есть там люди в таких условиях спасают жизни, что, наверное, это высочайший уровень квалификации. Вот сейчас очень модная тема, да, обучение не отходя от станка, грубо говоря. И вот он как раз попадает в эту ситуацию. Им, видимо, сказали в училище, в академии, чему вас учить за партами, вон раненые воины, идите, лечите и учитесь. Он набирается опыта, возвращается потом за парту где-то к 44-му году, их возвращает академия, мол, поучились, побыли, хватит, теперь давайте действительно закончим образование. И когда он фактически вместе с войной заканчивает образование, у него уже военный опыт и воина, и врача, и это уникальнейший специалист уже, потому что он такого понавидал за эти годы войны. В 1945 году с отличием окончил военно-медицинскую морскую академию, а в 35 лет Игорь Борисович защитил докторскую диссертацию. И снова выбор чудовищный, на этот раз вот концептуально. Он по-прежнему все это время поет, а ему, наоборот, говорит, ты либо певец, либо врач, принимай окончательное решение. И он отдает предпочтение медицине. Игорь Борисович щедро делился своими знаниями и умениями с сотрудниками, вникал в их нужды, заботился, помогал. Когда его научного руководителя арестовывают, это знаменитое дело врачей 49-го года, когда, ну, можно было сильно пострадать, вмешавшись, он ходит в тюрьму, носит передачи, добивается освобождения своего научного руководителя, ему говорят, что ты делаешь-то, ты же пострадаешь принципиально. И его научного руководителя отпускают. Есть ли в этом его именно заслуга, а почему бы и нет, да, то есть вполне возможно. В 1961 году Игорь Борисович избирают заведующим кафедрой утерейно-ларингологии Кубышевского медицинского института. С этого момента жизнь Игоря Солдатова неразрывно связана с Самарой. Войно-морской медицинский врач оказывается в Кубышеве, где до морей очень далеко. С 1961 года Игорь Борисович Солдатов руководил кафедрой и клиникой от утерейно-ларингологии, тогда в Кубышевском медицинском институте, впоследствии в Самарском государственном медицинском университете. Игорь Борисович создал уникальную школу специалистов по лорболезням за заслуги в этой области он был награжден звездой героя социалистического труда, за большой вклад в научное направление в от утерейно-ларингологии он был избран академиком Российской академии медицинских наук. Став заведующей кафедрой, Игорь Борисович щедро учил тому, что знал и умел, сотрудников кафедры и клиники, врачей и других лечебных учреждений города. Под его научным руководством были защищены 25 докторских и 50 кандидатских диссертаций. Его ученики успешно работают во многих медицинских вузах России и ближнего зарубежья. Очень многие его ученики возглавили соответствующие кафедры, отделения по всей стране. Тогда это был еще Советский Союз, то есть это была страна гораздо больше, чем сейчас Российская Федерация. Но главной задачей для себя и своего коллектива Игорь Борисович считал обучение студентов. И сегодня будущие врачи пользуются учебником для медицинских вузов, одним из авторов которых является «Солдат». Уникальный организационный, прежде всего в плане самоорганизации и организации всего большого коллектива, кафедры и клиники. Очень много разработок, очень много интересных операций. Уникальные операции на ухе, на слуховом аппарате, при болезни Миньера, при многих-многих других заболеваниях. Пожалуй, все певцы знали, кто такой Игорь Борисович Солдатов, потому что либо на гастролях, либо в каких-то других ситуациях они обращались к нему. И я помню еще в студенческие времена в билетах обязательно были вопросы о том, кто какую арию пел. И, ну, голос сопрано, баритон, бас. То есть, безусловно, эти вопросы даже у студентов-медиков в билетах были. Потому что одна из категорий, которые постоянно обращались к Игор Борисовичу и требовали особой курации, это люди, которые работают своим голосом. Это дикторы, это певцы. Также на базе кафедры была открыта единственная в стране Всероссийская республиканская школа передового опыта, где Игорь Солдатов был блестящим лектором. Им прочитаны показательные проблемные лекции во многих медицинских вузах страны. Слушать его лекции стало для сотрудников кафедры потребностью. Они не только обогащались знаниями, но и доставляли эстетическое наслаждение. В 1993 году Игорь Борисович избран почетным гражданином города Самары. Мне очень приятно, как главному врачу клиник, что одна из улиц в границах клиник – это проезд имени Игоря Борисовича Солдатова. Не так много с периферии выходит академиков в составе Академии медицинских наук, Российской Академии наук, Академии наук Советского Союза. Игорь Борисовичу это удалось благодаря уникальному труду, уникальному таланту. И поэтому, безусловно, наш город достоин, что одна из улиц, и Игорь Борисович достоин, что одна из улиц названа его именем. Несомненно, годы заведования кафедры Игорем Борисовичем, его пребывание в нашем городе является золотым временем самарской медицины. Эта улица расположена в Октябрьском районе города. Интересна она тем, что адреса по улице Академика Солдатова не имеет ни одно здание. Дата появления на карте Самары – 2009 год, и есть сведения, что до этого момента улица именовалась клиническим проездом. Была переименована в честь врача от Арина Ларинголога, академика, почетного гражданина города Самары Игоря Солдатова. Улица Академика Солдатова объединяет в одно целое клиники СамГМУ и общежития для студентов-медиков. Именно сюда, в клинике, за опытом и знаниями, идут будущие самарские врачи. Имя Игоря Солдатова известно не только в нашей стране, но за ее пределами. Он первый самарский оталаринголог, стал действительным членом Академии медицинских наук СССР. Академия медицинских наук СССР.